Я все благодарю всех пришельцев меня послушать. Надеюсь, что будет интересно. Я в таком жанре буду рассказывать о том, чем я все еще работаю, знаю, сколько буду работать. И у меня больше вопросов и к себе самому, и к материалу, чем ответов. И у меня некоторая корыстная тоже цель моего выступления. Будете услышать какие-то ответы или какие-то подсказки. Ну вот, еще я, поскольку я не всех присутствующих знаю, то я не знаю, насколько люди что-то знают и про Ромаину, и вообще про Индию. Но по моему опыту я предпочитаю каждый раз считать, что люди, в общем, мало про Индию знают. И что лучше рассказать что-то больше, чем меньше. Ну а с другой стороны, прошу извинить меня у тех, кому покажется, что я слишком, может, так сказать, расширен на какие-то материалы. Ну вот предмет моего сообщения, вот, санскритская ромаин. Вот такая книжка, купленная мною в 1968 году, когда я был студентом в священном городе Беновасе. По этой книжке вот Павел Санч Гринцер взял у меня, что называется, в длительное пользование. И он переводил. К сожалению, уже ближе к концу его жизни, вот мы как раз сегодня с марта, мы об этом говорили, издательство Владомир убедило его начать переводить ромаину. Это вот переводил довольно много санскрита, но до ромаины. И писал, у него целая монография, как известно, есть еще с 1974 года, называется «Древнеиндийская эпос». Там больше про Барабахабхарду, но и про ромаину тоже. Вот он взялся. И, к сожалению, при жизни он успел издать перевод только двух книг. В этой романе всего семь частей, которые европейцы по каким-то европейским аналогиям называют книгами. В санскрите это просто кхамдом, часть. Я тут даже вот так заложил, на всякий случай, вот сколько их разных частей. То есть он издал первую такую толстую книгу, я ее не принес. То есть она у меня, я ее так усердно читал, что она у меня просто развалилась. Обложка отлетела, ну так, в такой качественный перебет. И еще он успел при жизни перевести, откомментировать и сопроводить статьей очень подробно третью книгу. И уже после его смерти, вот мы вместе с его сыном, вот так, в таком виде ее издали. Первый тоже вышел, естественно, в памятниках. Это вот, это третья книга. Вышедшие они были в каком-то тринадцатом. И, кроме того, в компьютере остались недопереведенные четвертые книги. Эти книги, они состоят из таких главок, которые тоже условно называют песнями в русских переводах. Вот в этой четвертой книге там шестьдесят семь, в разных версиях по-разному, но шестьдесят семь, грубо говоря, этих песен. Вот он пятьдесят перевел, а остальные не успел. И вот когда мы сначала свидетели, вот как он издал одной, одним томом первую и вторую, решили, может быть, надо третью и четвертую. Но потом мы увидели, что третья-то готова, а четвертую надо еще дорабатывать. Поэтому решили вот издать просто третью. Как бы я уже в это дело втянулся и с Павлом Александровичем, я был у нас так давно знаком, вообще в этом году десять лет со дня его ухода в лучший мир. Он умер в начале, по-моему, в феврале девятого года. Я могу отметить юбилей нашего знакомства, я с ним познакомился в тысяча девятьсот шестьдесят лет, то есть, в общем, так сказать, пятьдесят лет назад. Ну вот как-то я втянулся в эту работу по изданию, и потом как-то уже само собой получилось, что четвертую книгу, ну как же, он на три четверти, на сколько это перевел, что это будет пропадать, и такой труд. Я, значит, вот стал этим заниматься, стал совсем знаком, я был его, как я говорю, одним из трех с половиной аспирантов. И, к счастью, даже удалось получить грант ГНФ. В общем, это оказалось для меня довольно сложно, потому что до этого я занимался даже и переводами санскрита, какими-то санскритскими текстами, но вот именно тем, что называют эпосом, романом и хабхаром, то я никогда до этого так вплотную не занимался, потому что, ну вот этим занимался Павел Санкт-Петербург, в Питере там целая команда этим занималась, и я уже как-то туда и не хотел соваться. А тут получилось, что вот я этим стал заниматься. В общем, тут были свои плюсы и минусы, очень интересная работа, и впервые я как бы вот стал так подробно, тщательно читать перевод, это такое медленное чтение, этот текст. И, в общем, перевод, я сверил то, что Павел Саныч перевел, там, в общем, это было такое своеобразное, тесно-посмертное общение. Мне Коля Николай Павлович передал просто то, что было в компьютере, и так это в компьютере у меня и было, вот я как бы общался с Павел Санычем, вот с его работой. Было тоже своеобразное такое впечатление. Я немножко там только правил, потому что явно это была черновающая работа, он сам ее не перечитывал, даже, наверное, если бы он ее перечитывал, он сам ее переделал немножко. Ну и вот, и потом остальные, там, вот 17 примерно этих главык или песен, наверное, надо было перевести самому. И, в общем, я с этим, более-менее, справился, но основные проблемы у меня возникли, когда надо было написать статью. То, что Павел Санычем вот в этой четвертой книге не написал ни статьи, не успел ни комментариев, но комментарии, ладно, это такая уже вещь достаточно свободного жанра, хотя там свои могут быть сложности, но со статьей. И вот на статье я в каком-то смысле сломался. То есть я сдал все в РГНФ, они приняли, так сказать, зачли мне эту работу. Слава Богу, я за много лет работы научился писать такие тексты, которые начальство принимает. Даже если я самому это не нравится. Я примерно знаю, что требуется, какие тексты требуются в каких ситуациях. Такого умения у меня, увы, хватает. Но вот теперь мне надо будет написать по-настоящему. Не для отчета в РГНФ, а для того, чтобы это было не стыдно опубликовать. И тут вот у меня есть некоторые проблемы. Ну, я себе набросал план, но говорю, я буду говорить скорее так, не совсем по плану. Вот я вернусь к личности Павла Александровича. Он, конечно, был выдающийся человек. И здесь, наверное, многие, или по крайней мере некоторые люди его помнят. Хотя вот он 10 лет назад умер, в 80 лет. Очень жалко, что он не прожил. Он мог бы еще, конечно, прожить. Он был, принадлежал к той славной плеяде, в которую еще входили Владимир Николаевич Топоров, Владимир Силович Иванов, Татьяна Яковлевна Лизаревна. Отчасти еще одна и живущая Сыркин, живущая, насколько я понимаю, в Израиле. Они все были рождением от 1928 до 1930 года. И все потом учились в Московском университете в одной группе. Они были однокашниками. И Павел Александрович был по первоначальному образованию вообще филолог-классик. И в этом смысле его сын как бы выполнил его несостоявшуюся карьеру филолога-классика. Но по условиям жизни он потом, Павел Александрович, обратился... Хотя санскрит он в университете еще учил. Ладно, сейчас не забыл эту фамилию. Все они учились. Он стал заниматься санскритом. У Петерсона, конечно. У Петерсона и Кочергина учил. Он был специалистом по индоевропейскому языкознанию. Он им преподавал санскрит как часть индоевропейского языкознания. А потом уже для некоторых из них это стало собственно специальностью. И вот Павел Александрович, он много лет проработал в институте мировой литературы. Но мне вот сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, что он не до конца реализовался как ученый. И как переводчик тем более. Если бы он лет на 10 раньше начал мазармай, он бы перевел это все. А когда вот даже вышел перевод первых двух книг... Кстати, отрывок сначала был в Арбурмунде. Я как-то подумал и даже сказал кому-то, что вот этот перевод в перспективе может встать в истории русской словесности. И не в истории, а в настоящей русской словесности. Вместе, рядом с переводом Илья Алигнедича и Одиссея и Жуковского. Это просто дающееся явление русской словесности. Но, к сожалению, Павел Александрович не успел это все довести до конца. Я, так сказать, с наглостью решился продолжить на материале одной книги. Да? Что, у меня плохо слышно? Плохо. Плохо? Когда выворачиваете в сторону. А, извините. Извините, буду погромче. А микрофон был там? Тут у нас как-то не принято. Вроде аудитория маленькая. Ну, ладно, я буду погромче, извините. Так вот, с чем я столкнулся. Что Павел Александрович, на мой взгляд, почему еще он не смог в полной мере развернуться, он слишком-то поджился с канонами советского литературы. Литературовидения, которое я для себя называю, в общем-то, лженаукой в целом. Так же, как наш доморощенный марксизм-ленинизм был таким упрощенным описанием вообще мира в целом, так и наша литературовидения, ну, у нее были такие заданные схемы, в которые, в общем, втискивалось все богатство словесности разных веков и народов. Само понятие литература, новоевропейская и достаточно узкая, вот она как бы экстраполировалась на все века и народы. И применительно к этому тексту, вот я столкнулся с тем, что я не могу для себя как-то спокойно и уверенно оперировать с понятием эпос. Ну, что такое вообще эпос? Откуда взялось это понятие, как некое универсальное понятие, что есть везде некий эпос. И для меня это еще проблема, если мне кто-то из вас подскажет, я буду благодарен. Насколько я понимаю, в русский язык это слово пришло непосредственно из греческого, а из немецкого. Ведь даже по-английски и по-французски нет слова эпос. Там они как-то по-своему это выражают. И, я думаю, идея, та идея, что вот есть некий эпос, как универсальное явление вот в этой мировой литературе, это такая немецкая выдумка с конца, видимо, 18-го или начала 19-го века, которая у нас, так сказать, укоренилась, как бы принимается уже как само собой разумеющийся. Почему вот в данном случае особенно я споткнулся? Вот когда говорят эпос, а в Индии, значит, эпос это вот Ромаин и Мхамхара, еще есть выражение, классический эпос, это все европейские юрлыки, которые мы, европейцы и мы, в том числе, навешиваем на индийский материал. Я в этой всегда вспоминаю свой опыт студенческий, когда я после пяти лет обучения в Институте Восточных... После пяти лет чего? А? После пяти лет чего? После пяти лет обучения, да? Оль, ну, сядь поближе тогда. Я ушел. Я не хочу в тебя. Ну, хорошо, ладно. Значит, вот я попал студентом в Индию. Я понял, что все, что пять лет мне рассказывали про Индию, все это, как бы сейчас сказали, мимо денег. Все это, в общем, почти впустую, потому что это совсем другой мир, и то, что вот я о нем якобы знал, все это, в общем, не совсем точно или совсем не точно. Мне рассказывали там об аграрных отношениях правления Акбара, о проблеме, было ли рабовладение в Древней Индии, о рабочем движении в 20 веке. О чем только не рассказывали нам наши преподаватели. Ну, языки, они и есть языки, в общем. И, к счастью, языкам-то нас более-менее обучали. И тот хинди, который нас обучали в Москве, он, в общем, и там оказался тем же преподавательным. И я через некоторое время, в общем, уже научился и понимать, и говорить, и так далее. Но вот все, что, кроме языка, все оказалось, в общем, каким-то приблизительным и не совсем, в лучшем случае, верно. Также и применительно, так сказать, к слову, эпос приклеиваемому, скажем, хромаянию. Ну, Махабхарат – это отдельная статья, но все равно, кстати, Махабхарат – это вот четыре таких книги. Это уже совсем другая история, да. Вот, когда говорят эпос, то, естественно, сразу возникает ассоциация с поэмом Мегамера. И есть много работ, и Павел Санчев об этом много писал, сравнивающих, скажем, Махабхарату и тоже Ромайну с поэмом Мегамера. Но, наверное, есть много точек сходства, так сказать. И там, и тут война, любовь, соперничество какое-то, убийство. Конечно, есть какие-то общие бактерии. Но в каком-то смысле вот аналогия, сравнение с поэмом Мегамером, в случае Ромайной, это, оно будет заблуждением. Потому что для индийцев, ну, это житие Бога. Главный герой – Рама. Он, ну, по-нашему сказать, воплощение, по-индийски аватара, Бога Вишну, в общем, высшего божества. И с Амрама тоже в тексте иногда проглашается божеством, высшим. Поэтому не менее, если не более, оправданное сравнение не с поэмом Мегамером, а, скажем, с Евангелием. Ну вот, часто сталкиваюсь с тем, что прямых европейских и западных аналогий нет. Вот, если бы у нас «Житие Христа» было описано не в прозаических и довольно коротких текстах, а если бы была действительно какая-нибудь поэма, я не знаю, на том же древнегреческом или еще на каком-то языке, написанная стихами, и где бы вот жизнь Христа была от рождения героическое детство, тот такой эпический мотив героическое детство, который Сергей Юченик-Людов очень занимался. И вплоть до героической смерти, по крайней мере. Вот тогда это была, может быть, наша европейская аналогия Ромаины. Но такого у нас нет. То есть вот этот индийский текст, на самом деле, он не вписывается ни в какие привычные нам западные, так сказать, классификации текстов. Ну, индийцы еще это называют «ади-каги», то есть как бы первого поэма. Подразумеваю, что вот, если Махабхара-то это идеаса, то есть предание, ее тоже рассматривают как поэтическое произведение, она в конце концов тоже стихами написана, но как бы там поэзия не главная. Там действительно главные – это вот рассказы о всяких битвах, там, происках и конфликтах. А здесь, хотя есть, конечно, и свой сюжет, который, я не знаю, надо ли пересказывать, но это поэма. И вот Вальмики, который такой легендарный автор этого текста, ну, Вальмики – это действительно нечто вроде Гомера, лично совершенно, так сказать, не исторического, а легендарного. Нет, он первого поэма. Ну, есть еще разные другие интересные различия между Майиной и теми же поэмом Гомера, которые при вот таком наклеивании для языка эпос, они уходят. Ну, для меня, может быть, одно из самых интересных. Насколько я понимаю, поэмы Гомера, они переводились потом на другие европейские языки, но позже. Может быть, там уже латинский перевод был и раньше, но уже только в новое время. И это были именно переводы, когда европейцы начали заниматься переводами. В Индии же было это по-другому. Это вот, эта романа, Вальмики, она на санскрите. Санскрит – аналог, родственник европейской латыни, частью древнегреческого. Но потом, а в Индии, как можно сравнить с Европой, в данном случае, если санскрит – это латынь, то потом в Индии, как и в Европе, были новые языки, которые, правда, не стали государственными языками, как в Европе, но было какое-то количество новых языков. Одни генетически связанные с санскритом, как романские с латынью, другие не очень связанные, как там дровицкие. И на этих новых языках раньше или позже, но в основном уже это во втором тысячелетии нашей эры, возникали переложения романей. Их много было. И каждый язык, такая традиция сложилась, что ли, что для того, чтобы этот язык воспринимался как какой-то действительно достойный, на нем должна была быть переложена и Махабхарата, и Ромаин. И для многих современных индийцев, многие современные индийцы, они Ромаину знают вот в этих самых версиях. Вот трудно сказать, насколько вот эту исходную Ромаину на санскрите кто-то сейчас, ну, читают, наверное, там в университетах, еще где-то, но больше гораздо читают вот более поздние Ромаины. Скажем, вот в случае Ганди, сейчас был юбилей Ганди 150 лет, еще, я так немножко это все освежил в памяти, он с детства читал такая Ромаина из Тульсидаса, которая была в конце 16 века создана на языке Абадхи, ну, так сказать, который входит в мир хинти. И Ганди, черно-побелом, у него есть цитата, что вот Ромаина в Альмике для меня не имела такого значения, как Ромаина Тульсидаса. Рома для него имела огромное значение и такой хрестоматийный факт, что когда в январе 48-го года Гадхурам Годз от него выстрелил, нанес смертельную Раму, то последним боссовом Ганди было Гейрам, О-Рама, то есть как русский бы человек воскресил, «Ах, Боже мой, что вообще происходит?» То есть вот Рама, как божественный персонаж, о котором есть много разных текстов, он вот остается для индийцев очень-очень живым. Ну, это вот как бы мои сложности с термином эпос, что сказать, что вот это, Ромаин, это такой вот, это не индийский эпос, это как бы, оно может быть и правильно в терминах нашего литература видения, но этого недостаточно, надо еще много чего другого рассказать. Ну, что еще? В Европе, так, ну, про эпос я сейчас пока тогда уже завершу, но если у кого будут какие-то идеи, я с большим интересом буду слушать. Что касается перевода, вот в Европе, европейцы познакомились с санскритом близко и с Ромаемой в частности только в конце XVIII века. в начале XIX века, когда британская власть утвердилась в Индии, британцы там стали все это изучать уже досконально. И первым, но первым перевел отрывок из Ромаиной Фридрих Шлегель, на немецкий язык, в своей книжке 1808 года о языке и мудрости индийцев, он написал такую книжку и тут же сам перешел в католичество. Но, значит, и там отрывок из Ромаины у него был. Потом его брат, Август Вильгель, сейчас не помню, кажется, в 30-е годы, как Павел Александрович Гринцер, только две книжки, первые успел перевести, на латынь. Он перевел на латынь и предпослал этому переводу длиннющее предисловие на латыни. К сожалению, Павел Александрович, хотя он латынь, в общем, знал, он как-то, у него до этого руки не дошли, это как-то в стране, в общем, остается. Ну вот я никак, у меня по латыни вообще почти никакая, но со словарем могу, там в час по чайной ложке прочитать. Но вообще, видимо, придется все-таки прочитать это предисловие Августа Вильгельма Шлегеля, потому что куда ж помимо Шлегеля динешься? Вот. И явно, что последующие переводчики романи в Европе, они все-таки читали и перевод Шлегеля, и предисловие Шлегеля. В течение только XIX века появлялись и переводы на английский, вот Гриффит, это еще на стихотворный такой перевод на английском, на французский, этот французский перевод есть, кстати, в библиотеке Ясной Поляны, Толстого. Два томика, не все целиком разрезаны. Я без любопытства держал. Там есть чьи-то пометы. Но толстоведы говорят, что вроде бы не Толстого. Но кто-то этот читал, но даже не до конца разрезан. А вот итальянец, Корезио, по моей фамилии, издал в Париже полный перевод на итальянский язык. Я в 50-е, потом в 60-е годы и санскритский текст издал, и полный перевод на итальянский язык. Немцы, по-моему, так и не удосужились целиком перевести. Может быть, только в 20-м веке. В 20-м веке еще один французский перевод был, еще английский не один. А на русский вот мне не было. Хотя в России, в библиографии Индии, есть статьи о Ромаине еще начала 19-го века. То есть это тоже интересная тема. Я даже, по-моему, где-то читал, но не могу сейчас найти. Пушкин знал сюжет Ромаина. И я все-таки не исключаю, что когда он писал условно Людмилу, у него где-то в голове сюжет Ромаины тоже сидел. Хотя наши литературы Веды обычно это списывают на типологическое сходство. Не знаю. Тоже это интересный предмет для исследований. И вот Павел Александрович был первым, собственно, русским, российским филологом, индологом, который взялся переводить Ромаину только в конце 20-го века. Ну, раньше в России-то, ну, в советское время-то ладно, а в досоветское, те, кому было интересно, они читали и по-французски, и по-английски, и, может, и по-итальянски. В Ленинке есть итальянский перевод, не знаю, откуда он туда делся, но лежит. Русский перевод был, в общем, не нужен, потому что те, кто читал только по-русски, не стал бы это читать. Это не только касается романа, это многих индийских текстов, что их не переводили до времени на русский, это никому не нужны, эти переводы, поскольку были европейские переводы. В чем, так сказать, новаторство было Павла Александровича? Не только в том, что он впервые взялся переводить этот текст, а в том, как он стал переводить. До этого в Питере переводили Махабхарату. Это отдельная там история, предыстория. В Махабхарате, если тут у нас семь книг, в Махабхарате их восемнадцать. И вот первая Адипарва вышла в русском периоде в 1950 году. Вторая уже в 60-е годы. Самые такие длинные, сложные, 12-е, 13-е, до сих пор не вышли, но вот-вот, кажется, выйдут. Что не пройдет сколько-то, 60-70 лет, Махабхарата будет завершена. Но питерцы переводили это все прозой. Хотя там в оригинале это все-таки какие-никакие на стихи. Но, конечно, переводить стихами такой объем, это сложно. Хотя Липкин, конечно, по подстрочнику перевел некоторые куски в рифму. И Ромаина тоже есть в рифмовном переводе отрывки по тапу. Ну, это, так сказать, уже из истории русской поэзии. Павел Александрович для своего перевода выработал совершенно новый подход. Поскольку в оригинале большая часть Ромаины, как и Махабхараты, написано, то, что называют по-русски эпической шлокой. В общем, это стихотворная форма, которую можно условно по-русски назвать четверостишьем, потому что это четыре раза по восемь слогов с определенными там метрическими ограничениями. И вот Павел Александрович действительно изобразил вот каждую шлоку как такое четверостишье. Но, я это говорю для себя, я это прозвал страфический верлибр. То есть, это выдержано вот четыре строки, но это не... Даже если ритмизованно, то очень чуть-чуть. Это скорее такая вот чуть-чуть ритмизованная проза. Очень интересно. И вообще-то это... Вот он для этого перевода выработал такой совершенно новый способ перевода. Да, ну вот я покажу сейчас наиболее полный перевод. Это американцы, значит, сделали. Вот это перевод этой четвертой книги, которую я перевожу. И всего они вот семь таких томиков сделали. Надо сказать, их работало... Я не помню, опять, сколько, но не семь человек, но шесть, по крайней мере. И работали они много лет. И, в общем, перевели, но тоже, в общем, перевели такой довольно дубовой прозой. Это такой большой, как бы, научный труд, но в художественном отношении это не вклад, в общем-то, в англоязычную литературу. Это не перевод, получается? Ну, как? Переложение. Ну, перевод, потому что это, в общем, дословно. Это дословно. Но... Ну, как? Сейчас ведь есть и Гомера, иногда на западные языки переводят такой прозой. И наиду я видел вот в прозаическом переводе. Такой период возможен, в принципе. Почему нет? Ну, просто вот Павел Александрович выработал другой метод. И я вот, так сказать, пытался как-то в том куске, который я сам от себя перевел, как-то вот следовать этой традиции. Ну, вот еще я могу показать, скажем, видите, вот эту серию пингвинская классика индианка. Причем, что интересно, индийская мусульманка, учившаяся, правда, в Чикаго. Вот, так сказать, немножко сокращенный, даже не перевод, а как бы изложение вот всей всей Ромаиной. И такие еще есть. То есть, в общем, Ромаина в англоязычном мире очень, так сказать, значительно присутствует. Ну, потому что и в Индии английский язык. Но вот в русскоязычном мире, к сожалению, она пока еще не очень присутствует. Но вот Марцис, почему еще, так сказать, хотел бы пригласить от него, задумка, все-таки довести до конца. То есть, там осталось еще три непереведенных книги. По объему это добрая треть, по-моему, так. Даже больше длинные книги. Ну, в общем, может быть, в ближайшие лет десять если Марцис действительно раскачается, то, может быть, это все... И если вы поддержите это качание... Ну, вот. Что еще имел бы смысл сказать? Значит, когда я углубился в этот текст, впервые, к сожалению, в своей жизни, потому что до этого, естественно, я читал разные переложения, пересказы. Кстати, по-русски есть неплохой пересказ, давно довольно вышедший, двух питерских эндологов Эрмана и Тёмкина. Последний они издали такой том под названием «Три великих сказания древней Идии». У них там Махабхарата, Рамайна и Бхагавата Пурана. И равны. Хорошим русским языком, в общем, пересказано. Это мы все читали еще в студенческие годы. Но когда вчитываешься вот в текст конкретный, то открываешь для себя какие-то совершенно новые вещи, которых раньше не знал. Ну вот, не знаю, я, пожалуй, на этом этапе я все-таки вам кратко перескажу, чтобы понятно было мое дальнейшее. Значит, в чем сюжет? Вот царевич Рама в первой книге его женят на царевне Сити. Потом там интрига при дворе возникает. Он старший сын, он должен быть наследником своего отца. Но у отца там три жены, четыре сына. Одна из жен там интригует и добивается того, что наследником назначают ее сына. А Раму значит, отец Дошарадха отправляет с женой Сити в изгнание в лес. 14 лет, по-моему. И сын Рама как послушный сын. А Рама это вот идеальный герой, помимо прочего, что он Бог, он еще идеал человека. Он идеальный сын, идеальный муж, идеальный царь. скажем, индийцев, Рама Радья, то есть царство Рамы, это такой идеал государства. И вот они уходят в изгнание в лес с Ситой и с братой Лакшмана. там появляется такой по-индийски Ракшаса типа демон, демоническая фигура и о десяти головах он царствует на острове Ланка. Ланку это отразделяется Цейлоном, хотя там спорные всякие соображения. И сейчас бывший Цейлон называется Шри-Ланка, то есть благословенный Ланка. Он эту бедную Ситу похищает. Похищает и вносит к себе на Ланку обманным путем геевной историей как-то произошло. Рамы с Лакшмана приходят в эту хижину, нет Ситы. Где Сита? Отправляются на ее поиски. Никто не знает где Сита. И вот в четвертой книге а в конце третьей их там один персонаж направляет вот там живет обезьянник царь. Вот он вроде бы что-то видел. Вот они в начале этой четвертой книги приходят знакомиться с обезьянник королем по имени Сугрива. Тут кстати вот это помечание мне надо будет это как-то обыгрывать. Я выговорю. То есть многие санскритские слова для русского уха звучат просто как родные. Гриба на санскрите это смежно. Сугрива значит с красивой шеей благо шеи красной шеей. Су то самая приставка которая свастика. да да су это свастика. Асти это есть свастика это благосуществующее свастика да свастика это и санскритское с вечным движением от меня нет это советское слово асти то есть нет а графически это не символизирует не личное движение по-моему в индии вообще не было понятия личного движения да иначе тут приходят они к этому сугриве а сугриве свои проблемы он обезьяне царь это кстати начнут появляются обезьяны почему я жалею что павел Александрович не комментировал не написал ничего потому что вот эти обезьяны они как-то ломают вообще всю эту схему эпоса кто такие эти обезьяны совершенно непонятно они вроде бы обезьяны но тоже бы они и люди они могут по своему желанию менять облик они могут по крайней мере никто из них становиться людьми на время они живут у них своего царства там значит мужья жены это отношения такие человеческие вот в этом царстве этого сугрива бедного его брат которого зовут валин или валин волосатик он его изгнал и вот этот сугрива жалуются ради живут живут вообще в изгнании боюсь нос показать они заключают договор что а сугрива да да я видел тут вот этот рава нанес твою жену она что-то такое вопила и что-то такое сбросила потом покажешь да это украшение вот тут на обложке даже тут объясняется это какая-то миниатюра 18 века что сугрива показывает раме украшение ситы которые подобрал и давай в общем я помогу со своим войском а у него там войско это обезьянь я помогу найти спасти ситу а ты мне помоги вернуть мне царство над этого мерзавца валина моего брата его надо убить и рама обещает этому самому сугриве хорошо давай убьем этого валина и и рама убивает валина предательским в общем-то коварным способом недостойным в общем бога ты вот это интересная такая тема вообще европейцы какой построили схему что на самом деле изначально это было действительно героический апостол царя а потом уже к ней привязали что вот рама он на самом деле значит воплощение бога вот этот момент дает некоторое правдоподобие этой теории потому что если ты бог то конечно не хорошо так сказать коварно и предательски убивать а он этого валина убил явно таким нечестным способом убил и вот там интересный момент я открыл о котором я тоже никогда не читал там появляется то что я для себя назвал мини бхагавадгита то есть вот та бхагавадгита которые мы знаем по бхагавадгита там кришна тоже человек бог объясняет алджу не одному из героев почему вот он должен идти в бой и убивать своих братьев прочих родственников и щелей а тут рама уже смертельный поразил этого бедного валин и валин лежит умирает и приходит рам и валин ему выговаривает что что гад такой я вообще убил коварно из засады неправильно ты меня убил и рама ему читает лекцию на ту тему что я тебя убил правильно и имел право и должен был тебя убить ну там сложная аргументация многоступенчатая довольно странная иногда с нашей точки зрения ну и валин еще не остается признать правоту тем более что он признает даже что рама вроде бы и бог вот так странная такая ситуация но вот я вижу там такая мини-бхагавадгита который я до этого нигде никогда не читал явная аналогия и даже что не я заметил а там даже индийские филологи есть буквально словесные переклички с той бхагавадгиты из махавкара второй момент который для меня тоже был таким небольшим открытием и тоже это требует некоторых сравнительных что если вот я не видел например студий сравнивающих вот божественную и человеческую природу христа с такой же смешанной природой рамы хотя это будет напрашиваться но так я понимаю что для западных индологов это не совсем политкорректно все таки но у наших тем более руки вот это интересная тема а второй такой сравнительный религиологический момент который я нашел в этой четвертой книге там есть случай непорочного зачатия но не рамы рама там в общем достаточно обычным способом а вот в обезьяне поиски есть такой мудрый министр обезьяна кстати вот сложность русским языком у нас нету обезьяна женского рода как сказать вот обезьяна мужского рода обезьяна 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 сейчас употребляют нет такого слова в хрониках нам не отрицательный герой который сейчас разрушает именно обезьяна но это все таки по-русски как-то странно русский самец обезьяна это как родительный падеж на русском числа ну вот поэтому приходится как-то обходить всегда этого обезьяне царь говоришь обезьяне там какой-то водитель но там действует в основном там женщина обезьяны тоже есть но вот русское слово обезьяна но какое-то так сказать бисексуальное получается да так вот хануман значит он такой мудрый мудрый министр этого самого царя сугривый он тоже ну тем только чуть-чуть какие-то санскринские тексты читала известно что хануман сын бога ветра тоже божественного я читал ну сын бога ветра мало ли как он там пути господни неисповедимы каким-то образом он там родился этот бога ветра оказывается что он родился путем непорочного зачатия значит тут в конце чем кончается вот вся эта история значит убивают этого валена сажают сугриву на трон сугривы там некоторое время вообще забывает обо всем этом но потом ему приходит лакшман и говорит что ж ты мерзавец мы тут можно сказать тебя на трон посадили ты же обещал нам помогать вообще сито искать тут действительно сейчас всех обезьян своих пошли на поиски здесь посылает всех во все стороны этих обезьян на поиски и вот одна группа обезьян во главе с хануманом она к югу приходит к южному океану и там тоже долго рассказывать как но выясняют они что сито все таки вот равно туда унес за океан на этот остров вопрос как как туда попасть и тут значит один из таких старых этих самых обезьян эти вот интересно его зовут джамбулан и в позднейших вот в романе тульсидас он оказывается вообще уже не обезьяна и медведя но здесь он еще обезьян он хануману объясняет что ты вообще-то сын бога ветра и ты от него унаследовал способность летать по воздуху поэтому если ты вот так очень напряжешься там лезешь на эту гору и пройдешь то ты как раз туда на лампу и попадешь и он ему рассказывает историю его рождения и в частности вот историю непорочного зачатия могу вам даже значит вот зачитать вот этот джамбулан он говорит этому хануману ничем в риме ищем а не конечно апсара пундика стхала апсара это по нашему сказать небесное дело валькирия их специальность этих апсар было встречать павших героев а подождите као у меня валькирия в смысле не у меня диссертации но валькирия их специальность была встречать героев погибших вот такая же специализация вот это вот очень интересно вот такая параллель все-таки да есть какие-то параллели . это не параллель в общем было это апсара пундика стхала известная как анджина из апсара наилучшие и она была женой кесарина я не знаю как сюда это вставить эти еще конечно перевод недоработан что там сказано она была женой обезьяны кесарина ну вот как это сказать значит прославленная в трех мирах не сравненно прекрасно из-за проклятия она родилась обезьяной изменчивой дочерью царя обезьян кунджеры духом великого духа великого тут след за павла садовичем я так перевожу словом ахатма значит и вот она обезьяна прекрасная облик как вам могла менять и в человечьем облике юной блистала красотой гирляндами увешана роскошно разодетая она гуляла по горе огромный словно облако и марлта бог ветра сдул ее одежды желтые с прекрасной красной каймой тихим своим дыханием тогда увидел марлта бедра ее округлые и груди полновесные и лицо ее милым узрев широкобедра в талии тонкую всем телом прекрасную марлта вожжевал ее но это вот индийский идеал красоты читали узкая бедра широкие и груди такие это вот на всех скажем вот баджанти вот этих вот так такое дело тогда руками длинными марлта обхватил ее он страстью весь охваченный ее неопороченную и она взволнованная сказала мужу верная супругу преданность мою кто разрушить разрушить пытается услышав ангелы слова так и ответил марлта вреда тебе не причиню не бойся прекрасно бедра такой стандартный эпитет кажется имеющий аналогии даже древнегреческого я мысленно проник в тебя обнимаю прекрасную и у тебя родится сын мужественный и примутый это дословно мысленно проник тебя там в оригинале словом манас то что латинское mens то есть ментально благородный и доблестный необыкновенно сильный умением летать и прыгать будет он мне подобен услышав слова маруты ангелы обрадовалась потом тебя по велики в пещере она родила этот этот судьям был он рассказывает кстати по каким-то из версий христос в пещере родился это махали по-моему в мечети всегда это стал активным христос тоже в пещере вот эти такой текст явно таскать непорочное зачатие но если считать так европейские филологи считают что текст ромайный окончательно форму все где-то в третьем веке наше имя то в общем можно конечно представить что они уже знают какие-то индийцы но трудно сказать или это как говорят наши театра типологическое сходство вот значит вот такое тоже это как и мимо этого трудно пройти как-то надо это откомментировать как я еще не знаю но для меня тоже такими это мелким открытием было был еще один кусок когда рама убивает этого валина а уолина жена была обезьяна но кстати тоже обезьяна но она вроде бы и женщина вот есть например миниатюры индийские где вот сидит рама сидит вален и сидит просто женщиной и написано рама вален гектара значит и она приходит и вот видит что он уже умирает там она сначала плачет над ним умирающим потом плачет над ним мертвым это тоже такой в общем действительно эпический мотив плач а потом она обращается к раме и вот это для меня очень необычным таким текстом я вам зачитаю это перевод еще павла и Александрович это вот уже мое такое приложение а тут но тут немножко другие строки тут в оригинале 11 сложные размеры вот что это таро говорит раме непостижимый и несравненный страсти поправший преданный дарми истинно славный подлинно мудрый мир охранитель прекрасно глаза то есть в общем божественность божественная его природа подчеркнуть луком и стрелами вооруженный великомощный и дивно сложенный ты с человеческим телом расстался и существуешь божественном теле это не совсем понятно почему она считает что это но он вроде в человеческом облике но и так вот дословно так там сказано убей меня рама той самой стрелою который убил ты любимого мужа убитая снова рядом там без меня он не будет счастлив если на небе у лотос оки вален любимый меня не увидит то не захочет он наслаждаться с разодетыми чудно с апсорами чудно разодетыми он будет бледный пребывать в печали оставшись без меня один на небе так же как ты на склонах перешья муки печалился в разлуке с милой ситой ты знаешь рама что с женой разлука приносит человеку много горя поэтому убей меня скорее чтоб вален там не мучился разлукой а если думаешь великий духом что женщина убить дурное дело то вспомни верная жена зовется душой мужа я уже убита согласно шастрам и согласно ведом жена и муж едины неделимы ведь мудрецы не даром утверждают жена есть наилучший дар мужчины мужчине отдай меня любимому обратно последуй о герой веленью дармы и этот дар тобой осуществленный убийством женщины сочтен не будет это легалистки такой нечем подходит несчастную дрожащую от страха теперь ты не убить меня не можешь ведь без него кто был как слон осанист быка среди обезьян умом крутого золотым украшенного ожерельем мне долго не прожить одной без мужа потрясающе и вот я не знаю причем она к нему явно обращается как богу осознавая и подчеркивая божественную природу вот убил уже убей меня вот я не знаю есть ли где-то я знаю вот того же гавера какие-то там вот или где-то именно в чем в том чтобы просили убить так сказать честь потому что убили мужа или нет что он там не страдал вот тут ключевая фраза пожалуй поэтому убей меня скорее чтоб вален там не мучился разлука в ответ владыка великий духом сказал утешение тари благие слова тут тоже интересная речь в ответ рамы не заблуждайся у жена героя ведь этот мир творцом благоустроен вот там борец а не слайд своего какого-то творца то как что подразумевается бог узнает им установлено все это знают чередование радости и горя и в трех мирах во всем ему подвластных творца предначертание неизменный ты вскоре обретешь большую радость твой сын наследником престола станет творец судьбу судил тебе такую героев жены на творца не рощу творец это на санкрытии ишвара или какой-то нет там если я не помню там вид гата то есть какой-то установитель это сложная теология что с одной стороны раму вроде и сам бог он часто ссылается на какого-то творца творцом может считаться брахма но в общем это все-таки поэзия тут нет такой строгой теологической схемы ну и завершающая строка строка такие слова утешения сказал рама могучий губитель врагов великий духом и прекрасная мудрая тара жена героя перестала горько рыдать и умолкну вот это получили очень интересный кусок я не знаю какие налоги можно для меня вот это было неожиданностью раньше об этом не не читал вот этот не излагается или может быть если излагается то мимоходом и как-то это ну а я слышал такое объяснение что некоторые личности достигали такого состояния трансформации своего тела такое некое божественное что было и признакам когда вот некоторые люди они знали вот эту науку про лакшни про признаки они обращались к ним как богам зная что они напрямую просят что они просят это будет исполнено как бы вот такие вот ну это в общем виде но здесь про просьба вот на мой взгляд очень необычная это так вот если полцам перевел что поэтому убей меня скорее чтобы парень там не мучился в разуме и это дословно так ладно я уже час поэтому можно так я с удовольствием какие-нибудь ваши вопросы подсказки я знаю не очень много но считается позиции я считаю что апостолу Фома он до Игоря и до Брёна да его там убили ну да я себе об этом писала я себе про это помню ну да все это документально конечно нету и трудно понять это ну какие-то материалы есть действительно ну да в всяком случае это распространялось и историанство в Средней Азии и какие-то христианские общины ну да вопрос в том мы же не знаем насколько там все это общалось тут просто можно даты сопоставлять ага раз но насчет Фомы это все-таки генда это примерно как у нас считается что кто Андрей первозванный есть археологические находки да есть археологические находки с христианскими символами там хоронения то есть ну какой-то реальный мир а вообще да средний у меня спасибо огромное я совершенно в этих вещах профан но вот когда вы читали два отрывка то второй был одним размером а вот первый отрывок он я пыталась поверь на что очень похоже а это было похоже на кому на Руси жить хорошо и это такая мне кажется незапрашиваемая ассоциация вот хорошо ли это понимаете ну вот это да кстати может мне неудобно говорить но мне эта ассоциация тоже приходила в голову я даже вот как раз в томе который мы посвятили Павлу Санычу который практически ну еще мы при жизни ему подарили он стал уже там я вот реках Махабхарти я разбираю эти самые значит тоже вот тем же размером это так с антифетической шовкой мне там даже пришло в Волге там даже написалось что ближайшая аналогия ритмическая это действительно кому-то усилить хорошо это да да но вот как куда от этого делся понимаете там это действительно это четыре раза по восемь там 11ight там 11ء сложный размер там творить переводе даже получается где 10 где 11 где 12 но в оригинале он реже Но тоже довольно часто встречается. Там другой размер. А в продолжение вопроса. А когда переводили санскрита на новоиндийские языки, как они выдерживали размеры? Они, во-первых, не переводили. Это были не переложения. Это были именно пересказы, переработки. Это не было переводом. Вообще, понятие перевода, я боюсь соврать, но я думаю, что это можно так сказать, что понятие перевода пришло в Индию, в общем-то, с европейцами. Они не переводили. Они всегда как-то переложали, пересказывали. А насчет некрасовской тонации, так ведь донни и некрасовские, они ориентированы на фольклорные вещи. Поэтому тут могут быть перекрички. Ну, понимаете, опять это вопрос о том, насколько это фольклор и не фольклор. Конечно, вот опять же, американские, западные, когда они с Гомером стали показывать, что это все имеет устное происхождение, и это все перенесли и тот же Павел Александрович, и до него еще индийцы, и западные люди, что какая-то может быть фольклорная основа, но это опять некоторая, ну, как бы сказать, реконструкция. То, что мы видим, вот эта эпическая шлока, санскрит как таковой вряд ли был средством фольклора. Это все-таки был язык ученых, книжный. Другое дело, что они могли как бы подражать каким-то устным формам, на каких-то там прагретых или на каких-то более народных языках. Ну, это тоже все сфера таких, так сказать, домослов. Ну, вот вам мешало, что это слишком похоже на Некрасова? Если это так должно быть, так, значит, я не знала нарочно это другое или случайно. Но немножко тут как бы испытываешь некоторый шок, как от переменной скорости, потому что вроде были там, а оказались где? Совсем в другом месте времени. Да, интересно. Ну, не знаю, как из этого. Ну, мне кажется, что когда так много, то уже потом, потом, в конце концов, Некрасова. Ты что за такой эпос? Конечно, да. Нет, и это очень завлекающий размер, приковывающий. У меня такое, ну, столько мыслей ваш доклад пробудил, хотя я предельно не индолог, поэтому большое спасибо. Вот такое робкое, уточняющее возрождение по поводу того, что вы начали, вы как-то очень жестко вообще по поводу эпоса, не только вы, но и на индийском материале, а вообще как выдумку характеризовали. Но я отталкиваюсь от того, чем у меня, как всех советских людей, учили, очевидно по немецким лекалам, в рамках дихотомии эпос-роман, где роман – это судьба человека в обществе или в других сферах, а эпос – это всегда явная и опосредованная судьба народа, воплощенного в героя, либо в истории, либо в его отношениях с какими-то высшими силами. В плане конкретных эпосов, которые я просто для себя отрефлексировал что-либо заново, есть вещи, которые подходят под это определение, как скажем, Иляда – да, Одиссея – отчасти, Нибелунги – безусловно, да, Старшая – да, отчасти. И от этого, возможно, присутствует, это работает, разграничение применительно к роману, в русском романе XIX века, эпические измерения там, где присутствует проблема судьбы народа, как войне мира или в романе на достоверство, применительно к XX веку, полкнор – да, гроздья гнева – да, хемингуэ – нет. Если возвращаясь просто к поэмам, то применительно к эноидии – это было доктринально, например, задано, потому что Вергейли фактически выполнял заказ римской власти, доктринально объясняя именно предприемство Рима Рима по отношению к Трое. Просто поэт, то есть в той или иной степени, понятие, насколько я себе представляю, вот в работах Мерединского, если это не утверждается, то по умолчанию во многом принимается. Это дефиниция, когда он говорит, скажем, о преемстве классического бретонского романа по отношению к кельтскому эпосу, ну и там, инфириториально. И второй, пока я не забыл, просто по поводу, вот интересно, я не знал просто к стыду своему времени кодификации как бы Ромаина, что это за третий лет, по поводу непорочного зачатия. Ну, я занимался Пушкин, в частности, материалом, касающимся Гаврилиада, была такая знаменитая статья о Луриевом, еще довоенная, относительно мотива непорочного зачатия непосредственно в Евангелии. Что это мотив очень поздний, вот, а первично там все происходило с Марией так же, как у всех людей. Архангел Гавриил, собственно, то, что он делает в этой поэме, он сделал на самом деле, с ней он от имени Бога ее оплодотворил. То есть этот мотив был первичен, уже впоследствии был редуцирован мотив зачатия, и он стал непорочным. И если действительно... А где этот мотив записан, или это реконструкция? У него... Нет, он приводил материалы вполне конкретные относительно того, как Бог оплодотворил земную женщину через своего полномочного представителя, который предъявлял соответствующие эти сертификаты, риманы, это я шучу. Но, собственно говоря, это происходило абсолютно безусловно, а не условно. И в этом случае, действительно, если тогда, если ложиться это на то, что этот мотив был просто не типологией, а сам Ромайин, может быть, известен уже достаточно поздних, именно уже канонических, евангельских версий, где уже все выкинули, все, что касается порочного зачатия, она была зачатия не порочной, вопросов нет. Вот еще раз большое спасибо. Ну, если можно, я отвечу. Мне кажется, что вот это насчет романа и эпосы, это уже взгляд со стороны романа, так сказать, со стороны новой литературы. Конечно, естественно. Потому что само понятие народ, это же вообще, это героические эпосы, это тоже все от немцев пришло. Само понятие народ... В 16-17 веке это вполне было. Безусловно. В этом смысле, как раз, когда говорят о лепических измерениях, скажем, того же симплициссимуса, для Мельсхаузена, то там понятие народ, оно артикурируется с ЭДР. Какой народ у нас в Бильядец? Ахейцы какой-то. Ахейцы. И троянцы тоже, что-то вроде. Но дело, что он может быть самопонятие, предмет может быть вместе лицемом, а то, что концепт был, это совершенно железно. Тут на народе как-то лично... Что-то и дело. По поводу Индии, поэтому молкают тут. Я как раз в связи с эпосом хочу сказать, может, это тоже как-то поможет, как в германском эпосе, что такое эпос с точки зрения германистов. И здесь, что касается, опять же, народа, очень хорошо вспоминаются родовые саги, которые, по сути, архаичная историография, саги об исландцах. Вот я, в частности, с ними работаю, но это не эпос. А что такое эпос? Эпос – это биовульф и песни старшей Эды. И даже не саги о древних временах, где тоже отдалённые события. А почему? Потому что у нас есть эпическая дистанция, которая выражается не только более отдалённым временем, но и специфическим языком. Никогда не будет какого-то вот такого чёткого аллитерационного именно стиха не скальдического и не элементов языка закона, где речь, собственно говоря, проза с аллитерацией так, ну, трудно провести границы, да, не будет никогда о прозаическом вот таком вот тексте. Здесь именно вот форни дислага, да, классического. Здесь потому что есть сам язык, здесь другие пласты, да, потому что сам язык, сами эпитеты и так далее, они работают на создании вот этой вот эпической дистанции. Эпическая дистанция это между теми? Эпическая дистанция, это, собственно говоря, между аудиторией, да, потому что это особый язык. Вот есть монография моего научного руководителя, Ольги Александровны Смельницкой, стих и язык, германской поэзии, там как раз вот очень подробно, потому что это особый язык, это не скальдическая поэзия, потому что скальды, скальды как раз, они, собственно говоря, были авторами форума, но они не были авторами над настоящим временем, потому что, собственно говоря, это схватывание вот того, что происходит сейчас. Вот сейчас происходит, мы это запечатлеваем. А тут у нас неосознанное авторство, авторство, которое не осознанется, но при этом, собственно говоря, оно неотличимо от воспроизведения, но вот, собственно говоря, это не обозримое историческое прошлое, и это в общем свой язык, свой как бы микрокосм. Где-то начало времен. в общем, очень достойные и умные люди оперировали таким понятием, то, конечно, в нем, значит, есть какой-то смысл, я ничего не говорю, но просто часто, выходя на индийский материал, я спотыкаюсь, я не могу от себя этим оперировать без всяких оговорок и без оглядок. Вопрос, а может быть, работает понятие поэма? Поэма – это настолько широкое понятие, поэма, и это поэма. И Ряслава и Ряслава и Ремила поэма, и Братская Бес – это поэма, и все поэма. Да, извините. – У индусов есть классификация всех текстов сократных, почему они используют смрити, широкие, 15? – Ну да, они более близкие по смыслу, по значению. – Но их классификации никак не соотносятся, действительно, вы правы, поэма. И даже эти классификации, они между собой как бы тоже в разных плоскостях. Вот вы сказали смыти, шрути, да, действительно, шрути – это вот, по-нашему говоря, веды, там, священные тексты, вдохновенные свыше. Это, конечно, относится к области смыти, то есть запомненного, потому что вальмике он, в общем, человек считается. и хотя бы речь идет о Боге, но, тем не менее, это текст, сочиненный о Боге, но человеком. Вот. Ну, да. А как вот эту классификацию все отнести с европейскими классификациями эпосы, не знаю, что еще? – Просто донести вот эту классификацию. – Нет, ну, это естественно, но это вот, это их классификация, так сказать, как это все, видите, в наших текстах используются, так сказать, европейские классификации. Как это все соотнести? Никак. Никак. – А в индийских поэтиках они никак не квалифицируются, потому что они сами к администрации относятся? – Вот, никакой аналогии слов эпос. – Но какая-то же есть жанровая градация, к чему относятся ромаин и все такое? – Ну, вот ромаинус односно можно отнести, если есть дихотомия шрути-смрити, то есть то, что услышано свыше. Шрути – это корень в русском «слы». Шру – на санскрите, то, что по-русски «слы». – Слыть? – Ну, «слышать». «Слышать». Шрути – а «ти» – это тоже русский суффикс «тёк», типа там «стать», или что еще? «прыть». Это абстрактный. Шрути – это то, что услышано. «Слышь» какая-то. – То есть автор этого все? – А, «ти» абстрактный. – Он это услышал свыше, от кого – неизвестно, но откуда-то он это услышал. А смотрите, это запомненная память, это то, что люди сочинили и друг другу потом передавали. именно сочиненное. – Ну да. – Ну да. – То, что было когда-то и его запомнили. – Но все равно значит тогда это откуда-то полученная информация о том, что было. – Понятно, что предмет, сюжет, индийцы действительно могут считать, что это было. Но это уже не относится к классификации текстов. «Смирить» как таковой означает запомненное. вот это было значит Вальмики это описал как-то человек и потом уже это все значит там вот дети рамы это все передавали и так далее и так далее. Ну это вот классификация. Ну и что? А вторая вот одикария называется то есть поэма. Первая поэма. То есть текст, которым один из старейших текстов, которые вот поэтические разные фигуры, приемы. Но вот эти две классификации никак даже у индийцев не смыкаются. Это как бы разные типы классификации. Разные ступени они типы. Потому что вот скажем Жерлунский в героическом эпосе где он упирается на материалы азиатских эпосов и классических он как раз говорит о понятии бахши или рапсода того, кто пересказывает уже то, что кто-то когда-то услышал вот богодухновенно. Духновенно. Да. Вот у индийцев такого нету. Потому что то, что услышано Шрути это уже никто не пересказывает. Это запомнено это передается с точностью до слога. Вот до сих пор это в Керле сохранилось. Они это заучивают каждый слог. Тут уже не до рапсодов. Это то, что вот раз было услышано и с тех пор передается без вариаций. То есть язык сам работает язык поэзии работает на запечатлении передачи вот этой точности. Вот индийцы уже даже не называют это поэзией. Шрути это строго говоря они не относятся к разряду калья поэзии. Это по-нашему сказать священные тексты вдохновленные свыше. Там по-нашему сказать да там есть поэзия там есть алетерация фигуры всякие и так далее. Это мы можем изучать как поэзии. Индийцев в их трактатах по поэтике вот эти тексты не анализировали потому что это были тексты другого класса. Их заучивали и они использовались там в ритуалах или еще как-то могли но это по их классификации это не относилось к тому что они называли кабья то есть поэзия. А это относится к тому что называется во-первых смрити то есть это действительно запомнено причем это существует в разных версиях действительно и значит вот это так называемая южная версия там есть другие еще покажем две версии потом вот уже от европейцев индийцев научились что могут быть критические издания вот уже они в 60-70-х годах прошлого века издали критическое издание но оно оказалось очень обедненным и Павел Саныч его отверг как и многие другие потому что например вот эти потрясающие монолог этой тары вообще вся эта песня оказалась выкинув вся целая глава из критического издания что они решили что это как-то поздняя добавка вот это вот к этому уже это относится это особенно но я сказал скажите пожалуйста есть многовариантность изначальной романины на санскрите которая не пересказ ее вот я и говорю что она собственно дошла до нас я вот честно говоря не могу никак выяснить слышали первые европейские долги скажем в конце 18 века исполнение романины действительно устное не знаю вот мне не встречалось в литературе какого-то четкого описания я подозреваю что европейцы вот с этой романой уже имели дело только как с рукопись а если сейчас кто-то читает то это читает уже по книге сейчас насколько я знаю нету вот такого вот есть непрерывная традиция так кажется непрерывная считается непрерывной рецитацией ведических текстов вот сейчас вот в Керле вот этой самой на юге Индии там наиболее традиционная индусская среда вот они считают что это с незапамятных времен от учителя к ученику передавалась вот эта традиция как сказать рецитации вот этих индийских текстов подобной традиции чтения ромайны я так подозреваю не сохранилась она не знаю на каком этапе она отмерла отмерла не знаю и европейцы уже имели дело с рукописными традициями рукописи огромное количество вот когда эти издавают пришли к работе над критическим изданием там тысячи рукописей огромное количество рукописей на нескольких этих самых системах ну их системах весьма индийских но они как бы можно сказать изоморфны но облик у них разный вот и вот я собственно и сказал что согласно вот уже современной филологии различают две или три или две с половиной разных рецензий южная северная одни выделяют там северо-западную то есть там немножко другой разделение на вот эти книги немножко другое какой-то эпизод там к одной а другую версию перекочевывает следующую там книжку потом вот в каких-то версиях нет вообще каких-то вот песен поэтому я говорю вот в критическом издании не вот эту песню где эта Тара просит раму ее убить она вообще не будет признана не позже то есть получается что эти печатные тексты как бы печатные рапсоды которые что-то убирают что-то добавляют что-то возникает что-то ну да но уже просто свои традиции сложились вот это по крайней мере или с конца 19-го или с начала 20-го века вот такое есть в Бомбее что характерно в общем в одном из наиболее европейзированных городов там такой мирной сага пресс с потрясающей это нет это хуже типографии качества типографии я все поражался откуда у них такое потом я понял что вообще-то типографии основали американские бактисты вот их издание это издательство считается классическим и они вот издали вот эту южную версию потом переиздавали переиздавали и она настолько видимо как-то уже среди читающей публики получилась авторитетной что даже а это вот такое издательство гитопресс Гарахпуя население и они специализируются по изданию таких массовых популярных вот я купил студентов достаточно было дешево они воспроизвели вот то бомбейское издание там правда с комментарием там все это сделано более так сказать изысканно а тут просто текст иногда это же гитопресс может издать текст с переводом на хиндис потолще естественно Сергей Дмитриевич а вы когда переводите вы консультируетесь с другими также версиями ромаи или вы только одно берете за основу перевода ну когда я перевожу я собственно вот у меня был опыт перевода в одной книге и я примерно смотрел еще как поскольку он взял за основу вот эту южную версию я согласился что в этом есть основание потому что она бы более полная если выкидывать все что выкидывает выкинули в критическом издании они внутри там отдельных песен выкидывают отдельные строфы там целые песни но я конечно смотрю вот я тогда переводил вот у меня вот эта четвертая книга вот в этом американском они по критическому изданию переводили те которые совпадают я естественно смотрел как они это переводят ну в общем иногда соглашался иногда не соглашался иногда отталкивался вот это вот эта индийская мусульманка она тоже интересно сделала это такой перевод иногда переходящий в пересказ но иногда это буквально перевод вот видно что это вот эта строфа это вот эта строфа она точно воспроизводит иногда она выкидывает целые песни ну потому что видимо надо было уложиться в какой-то конечно в общем мой опыт я не настолько знаю санскрит что прямо взять открыть потом всегда же интересно как другие делают конечно надо смотреть что канонического текста так сказать договорного с которого переводят как с канонического нет каждый берет что ему представляется интересно ну да ну каждых не так много но вот этот итальянец 19 века он взял какую-то версию свою которая не совпадает ни с этой ни с критической какая-то своя не помню как она сейчас там называется почему-то она облюбовала то ли рукопись какая-то попала хорошая он ее издал и шрифтом Деванагари и итальянским переводом какие-то примечаниями но вот эти американцы я не знаю по какому принципу они решили что критическое издание может быть они решили что это наиболее авторитетное все-таки индийцы там это все на высоком уровне там университетское издательство они сделали критическое издание иногда они правда примечания их приводят вот какие-то варианты из вот из этой же версии ну так или по крайней мере говорят а вот в южной версии есть еще но да но какой-то вот единый и обязательный для всех версий в общем можно поделиться тоже мыслями которые у меня возникли по поводу молитвы Тарак если воспринимать литературный памятник как нечто что может дать информацию о традициях о ценностях того времени тех людей которые там жили возникает ассоциация с ритуалом с традицией самосожжения сожжение либо самосожжение жён она имела какой-то там общественно-экономический смысл естественно да если они были способны на самосожжение соответственно у них в сознании могла быть установка они должны как-то это воспринимать ситуацию чтобы быть способными убить себя в случае смерти супруга может быть это просто отражение вообще вот в романе нету вещей которые связывают накрепко с индуизмом тут нету вот по крайней мере мне не попадалось я знаю может в других книгах есть нету вот идеи то что мы называем греческим словом это психоз то есть перерождение вот видите та самая Тара она считает что он его убил он где-то на небе обретается она его душу и она хочет с ним там соединиться она не говорит что вот он там он в следующем рождении там родится каркадилом я тоже сделай меня в следующем рождении каркадилец и чтобы я там рядом был такого нету и вот и самосожжение во всяком случае вот в известных мне кусках тоже нету самосожжение это тоже видимо достаточно то есть по отношению вот к романе это уже более позднее 4 век по-моему до нашей эры кто знает это же в Индии вся эта хронология это дело темное суть в том что эти традиции чтобы жена ушла с мужем они были не только в Индии это и у скипов на русском и у скидиналов это присутствует но здесь видите здесь говорится что там совершили последние обряды по Валину но непонятно что с его мертвым телом сделали а его по-моему его не там не сказано что его на какой-то погребальный костер подложили и подожгли то есть такого тоже нету что интересно ну можно сказать что он обезьян но там у обезьян все равно человеческие все человеческие обычаи ну вот она просит именно я хочу с ним на небе соединиться Сергей Ильич вы знаете вот эта история она мне напомнила историю о Савитре из Махаппарата третьей книги и интересно было бы тоже сравнивать потому что там тоже Савитре разговаривает с ямой относительно ну это она к Богу смерти обращается здесь же тоже она к Раме обращается к Богу который способен ну тут она конечно не просит его вернуть но нет там она действительно просит вернуть она не говорит что давай я умру и с ним там соединиться Савитый так не говорит она идет за ямой то есть она идет за ямой за смертью то есть он будет возвращайся потому что иначе она как со мной нельзя это вот интересный эффект спасибо это интересно но кстати вот если опять же вспомнить древнюю Скандинавию то какие-то представления о жизни в Альгале совершенно нормально соседствовали с представлениями о реинкарнации да там вот саки об Эгеле Тороль который брат Эгеля и он же его дядя то есть дядю до еще до рождения Эгеля дядю Эгеля убили соответственно и он переродился тоже как воплощение в родича с тем же именем это как бы нормальная ситуация то есть не было такого чтобы представление о наличии там одной какой-то возможности посмертной отрицало другой это вот интересный момент да это просто я думаю что это у нас у современных людей уже в голове такая вот четкость может мы на них накладываем насколько я честно говоря не читал еще до сих пор так столь же внимательно последние три книги но вот с первой по четвертую я не не припомню случаи вот перерождения кто-то говорит что вот я родился так а потом я родился иначе извините Сергей Дмитриевич а вот вы читали отрывок по поводу рождения ханумана по зачатию там как раз про его мать говорила что она перед этим была какой-то прекрасной женщиной в грехи своей стала обезьяной да этот зам он там какое-то непонятное дело и тут немножко эта дама даже как-то дотягивает логически потому что там в самом тексте непонятно там говорится что вот была такая абсора но она более она известна под именем вот таким-то обезьян потому что по какому-то проклятию она родилась обезьяна непонятно родилась может быть я вам сам себе противоречия вот здесь действительно она в одном рождении была абсорой а потом в чем-то провинилась и в следующем рождении она родилась обезьяной это как-то так мимоходом сказано она потом его оставила она опять переродилась как другой я за это учусь тут во-первых этого нет нет тут как-то этот джаммаван больше не говорит что с ней потом случилось тут понимаете потом поэты разные они могли брать какой-то эпизод какого-то персонажа и уже наворачивать про него сюжеты каким-то угодно Сергей Дмитриевич вопрос по географии пожалуйста про географию вот вы говорили что ученые то есть у них данные разнятся по поводу того где находилась Ланка остров Ланка но ведь сейчас есть такой сухопутный перешейк на юге Индии который соединяет северо-запад Шри-Ланки и Рамешварам который называется даже в науке Адамов мост там запрещено судоходство и в Рамайне самой есть название мост Рамы Рамасету вот насколько вот можно считать что утверждать что Рамасету и Адамов мост вот этот небольшой перешейк который соединяет юг Индии и Шри-Ланку что это одно и то же место не знаю я только вот я читал что как бы привычно отождествлять вот эту Ланку из Рамайны с Цейлоном поэтому Цейлон они переназвали Шри-Ланкой но иногда возникают какие-то сомнения но опять же здесь все это область скорее домыслов что касается этого Рамасету я не знаю ведь в Рамане там не было никакого перешейка Рама Рама чтобы перейти со своим обезьянным войскам и человечества у него не было у него было только обезьянным войскам чтобы перейти из материка на Ланку обезьяны обезьяны сцепившись сделали мост в Рамане нет никакого перешейка это уже какие-то позднейшие идентификации что здесь есть перешейка давайте его в память а у меня Рамасету вы сказали Рамасету я сразу представил что это обезьяны сделали мост а сейчас это не остров? нет это остров а как же перешей? ну там я не знаю что там есть ну там под водой на глубине где-то 50 метров а под водой то есть там нет а кипосуху нет там нет никакой есть частичные графические открытия как бы то ни было согласно Рамане Рама перебирался с материка на ламку с помощью обезьян которые из своих тел соединились и сделали мост 50 метров глубоко нет ну какая-нибудь часть насчет глубоко это не важно они по воздуху они же не под водой это строят а вся эта история что они камни бросали которые плавали и рамам мою не знаю это надо почитать от Юнда Аканга я еще не дошел вот Маркс самодумал проект перевозок вот переведут тогда мы с вами прочитаем что там написали по традиции чтения еще вопрос к эпосу вы сказали что он спротыкается с определением что вам мешает и же упомянули с одной стороны Гамера и там было принято в общем обсуждать достаточно легко закручивался сюжет с другой стороны Евангелие там явно целевая аудитория если так можно назвать она вряд ли обсуждала достаточно легко закручивается сюжет жизни Христа то есть какая-то традиция чтения в Индии ромаины это все-таки больше эстетическое чтение или духовное чтение или это как-то все намешено вот я повторяю как реально читали вот эту санскринскую ромаину мне не попадалось даже исследования трудно сказать но вот ромаины вот скажем вот ромаина тульсидаса вот я был студентом винареси и считается что тульсидас тоже там где-то далеко жил там даже целый храм построен беломраморный храм значит вот так и называется по-моему тульси мандер то есть храм тульси и там весь текст ромаины на стенах золотыми ну вот шрифтом да она говорит но золотым письмом написано вот это такое как бы святилище текста ромаины а как то он быстро ну это уже в 20 веке ну то есть они не обсуждают достаточно лихо закрученный сюжет или они при этом эстетически тоже нет как-то это уже литератологические забавы конечно насчет лихо закрученного сюжета и кстати вот я даже не знаю как можно было бы на санскрите слово сюжет перевести вот да в том-то и дело что тоже наше осовременевание идет это современные западные литературные по-моему похоже что веки читали там одиссею в том числе для какого-то литературного просто удовольствия не было прям предмет поклонения культы хотя там были все дела ну вот я кст ну и плохо знаю действительно обытовании текстом Гомера мне это начало образоваться но вот так я понимаю что понимаете в Индии куда не ткнешь везде некий полеврализм нельзя сказать что было вот так и только так так как я себе могу представить кто-то читал ромайну ее можно читать просто как поэтический текст с удовольствием я вот мне было очень интересно читать этот текст там действительно некоторые куски вот даже то что я здесь читал в переводе Павла Санцев это потрясающий по-моему текст сам по себе вот там много там вот эта четвертая книга открывается вообще что Рама с этим Слакшмина они в поисках этого сугривы они подходят к озеру по имени Пампа действительно есть такое озеро и Рама значит он переживает что он тоскует по сети он описывает деревья на берегу этого озера это длинное описание такие деревья как они цветут это какое-то тут ничего такого священного религиозного не усматривается просто такое поэтическое описание там много таких описаний в романе есть и так и сяк поэтому кто-то читал с одним подходом кто-то с другим вот это насколько мы просто даже мало исследуем потому что это как это про прошлое вообще не поймешь как оно было там если только случайно где-то каких-то свидетельств не сохранилось косвенных про нынешнее не знаю может какие-то социологии чтения есть но вот вот уже более позднее вот та же Рома Анатоль Сидаса вот ее какие-то куски а я посыл при себе может быть предметом поклонения культа или это все-таки то есть эпоса это же не то же самое что священный сакральный текст какой-то культуры нет или это текст как таковой вот как я не знаю там для мусульман Коран или Евреев Тора но это не это нет нет он текст сам по себе он не священен и хотя вот я говорю что в индийском контексте вот если текст священен то его запоминают его даже могут не записать его запоминают с точностью до каждого звука с вашего разрешения отдельная история гимнов молитв канонических таких которые запоминают до звука есть там мусульман Тора которая передается на уровне чего-то такого ну насколько я понимаю вот тех тексту Ромаина и Махахарада как такового не было отношения как к чему-то священному тогда почему у вас где вы сприделили мэпос тогда не совсем понятно то есть почему это не совсем мэпос тогда если все-таки это как читали я начал не совсем мэпос а мне не совсем понятно что вообще можно понимать под словом мэпос приметно клинге или вообще и вообще тоже и вообще ладно вообще я просто хотел сказать что поскольку предмет предмет Ромаина это житие в общем человека Бога который и даже обычно западные филологи говорят что вот в первой книге там рассказывается как вот Боги поручают Вишну воплотиться в Рома потому что вот завелся нехорошая Равана которая там Богов терроризирует его надо убить и чтобы его убить вот надо Вишну родиться в облике Рома и в конце тоже в шестой книге тоже эта история как бы проигрывается а вот мол в шеретинных книгах он просто герой но это и так и не так потому что даже в четвертой книге время от времени возникают мотивы сопоставления человеческого и божественного и кстати интересно что в последней книге значит там этот самый кажется сам Брахма говорит Раме ну все значит ты свою функцию выполнил вот Рама ну убил давай возвращайся значит к нам в божественный мир а Рама отвечает я себя считаю человеком Рамой сыном царя Дошараш я не хочу к вам уйти к ваш этот самый божественный мир но это уже вот так сказать то есть он отказывается от божественной искусственности вот как бы и отказывается да но это он отказывается а для многих идицев он все-таки Бог и вот я говорю что я не знаю может я просто не знаю но может быть в европейской традиции тоже есть такие тексты которые современные литературы назвали бы эпосом но которые одновременно и житие Бога вот я вот после меня просто не хватает но если кто вот может мне такой текст указать я с удовольствием приму этого внимания но я вот не мог пока вспомнить текст житие Бога и житие Бога стиха описанное вот да и тем такой форме которую бы наши литератургиды признали бы эпосом героические приключения Бога героические приключения ну героические или какие-то я не пойду нет это явно совсем другое только анонимное что ли нет но там же в метаморфозах насколько я понимаю не идет речь о каком-то едином Боге о мире который превращается да я бы хотел я бы с удовольствием так сказать в качестве примера аналогии какой-то привел бы текст европейский западный а переложение в стихах там нового завета не существует да но это явно уже вторично новый завет а его потом могли прилагать в стихах а это исходный текст за ним может быть что-то и стояло какие-то там кольклёрные но мы их не знаем вот этот текст у нас есть он исходный вот типа фрумсквида типа фрумсквида там есть приключения Тора но это опять же не житие это какой-то эпизод приключения там где он потерял молот у него был украден но он ее себе вернул но это опять же эпизод скажем так собственно говоря это календарный миф ну здесь мне просто кажется что вот так вот четко перекватывая понятие эпизод пытаясь докопаться почему это эпизод или эпизод можно очень легко впасть в грех европоцентризма что это такое нет во-первых я всеми силами стараюсь избежать греха европоцентризма во-вторых вот интересно что как я не говорю а все равно выкиня передолговываете в таком традиционном европейском плане я не ставлю вопрос эпизод это или не эпизод я ставлю вопрос что понимать под словом эпизод я абсолютно так если мы германисты уже стараемся от европоцентризма отходить и античники тоже так я думаю что для индолога это уже само собой разумеется потому что у нас у всех какой-то конструкции мы должны понимать что мы работаем с охранительными обществами которую нам просто нужно избежать вот этой модернизации подводки под свои привычные представления спасибо 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 спасибо